Достижение первого года, когда кроха начинает ползать. Прежде чем начать ходить, дети пытаются перемещаться, переползая с места на место. Почему и когда ребенок начинает ползать? Обязательно ли это должны уметь делать все детки? Топ, топ, топает малыш, поется в веселой детской песенке. Это событие произойдет примерно через год после появления ребенка на свет, а к тому времени он успеет освоить много других полезных умений. Когда начинает ползать, новорожденный младенец с первых минут жизни начинает познавать окружающий мир. Он рассматривает все вокруг, прислушивается, трогает и пробует на вкус любую вещь, к которой может дотянуться. И вот, когда в зоне досягаемости руки не остается неизученных секретов, естественная пытливость побуждает малыша проявить интересы к другим предметам. Этот период активной познавательной деятельности начинается несколько раньше, чем дети учатся ходить. Поэтому, чтобы дотянуться до яркой игрушки или маминого мобильного телефона, малыш пробует двигаться вперед другими доступными ему способами. Сначала у него начинает хорошо получится перекатываться на бок и на живот. Потом он сможет, отталкиваясь ножкой или ручкой, развернуться в другую сторону, передвинуться вперед или назад. А когда малыш окончательно поймет и освоит свои новые возможности, он научится ползать в нужном ему направлении. Обычно первые попытки ползти отмечаются у детей уже с пятимесячного возраста. Самые активные и настойчивые малыши к семи месяцам умеют ползком преодолевать довольно большие расстояния. Такие данные о том, во сколько месяцев ребенок начинает ползать, нельзя считать нормой, поскольку в младенческом возрасте развитие детей происходит сугубо индивидуально. Период, когда малыш станет ползать, зависит от нескольких критериев, степень развития опорно-двигательного аппарата. Чем быстрее окрепнут мышцы рук и спины, тем увереннее будет чувствовать себя ребенок, опираясь на ручки, и в скором времени начнет ползать. Степень развития нервной системы. Осмысление принципа передвижения путем переползания – результат напряженной работы головного мозга. К этому моменту у младенца должны быть сформированы нейронные связи, отвечающие за координацию движений, развитие чувства пространства и расстояния. Особенности развития. Каждый малыш осваивает окружающий мир в своем ритме. Некоторые отдают предпочтение тактильным ощущениям и тогда они раньше начинают ползать. Другие сразу хотят понаблюдать и только потом пытаются потрогать. Кроме этого, считается, что временной период, во сколько начинают ползать девочки, наступает немного раньше, чем у мальчиков. Также установлено, что недоношенные дети делают это немного позже, примерно в 10-месячном возрасте. Телосложение. Обычно пухленьким карапузам тяжелее научиться передвигаться ползком, поэтому у них данный процесс может занимать больше времени. Стимулирование. Создание благоприятных условий для формирования умения ползать может поспособствовать более раннему развитию этого навыка. Таким образом, нельзя точно спрогнозировать, когда малыш научится ползанию. Нередко бывает, что ребенок в 8 месяцев еще не ползает, а уже начинает учиться стоять, перешагивать от предмета к предмету. У него потребность в перемещении ползком может не появиться совсем. Способы ползания. Способ передвижения. Карапуз выбирает сам в зависимости от того, как ему удобнее или как больше нравится. Различают три основные манеры ползать. На животе, по-пластунски, на четвереньках. Легче всего малышу научиться ползать на животе. Уже в три месяца он может переворачиваться и подолгу лежать на животике, осматриваясь вокруг себя. При этом он делает непроизвольные движения, упирается руками и ногами в твердую поверхность, пытаясь подвинуться в интересующем его направлении. Подробнее о том, когда ребенок начинает переворачиваться и джетти, и джетти, и джетти, однако младенец не может приподняться, а, наоборот, прижимается животом к полу. Это, скорее, можно назвать сованием. При таком способе малыш не может быстро перемещаться. Часто, ползая на животе, он движется не вперед, а назад. Умение ползать таким образом хорошо укрепляет мышцы спины и шеи, помогает избавиться от кишечных колик и улучшает работу ЖКТ. О других методах избавления от коликов смотрите в курсе «Мягкий животик» и джетти, и джетти, и джетти, способ, когда ребенок начинает ползать по-пластунски, очень похож на то, как это делают взрослые. Основные отличия от предыдущей модели ползания заключаются в движении ног. Младенец, лежа на животе, широко расставляет ноги и сгибает их в коленях. А затем, отталкиваясь от пола, выпрямляет ножки и таким образом продвигается вперед. При этом он приподнимается на руках, подтягивая тело. Ползание по-пластунски помогает формировать у детей навыки чередования движений и является отличной профилактикой дисплазии тазобедренных суставов. К моменту, когда ребенок начинает ползать на четвереньках обычно он уже хорошо умеет сидеть. Ведь именно из положения сидя удобнее всего становиться «на карачке». При этом малыш упирается о поверхность только ручками и ножками. Он может стоять на коленках или на выпрямленных ногах. Подробнее о том, когда ребенок начинает сидеть и джетти, и джетти, и джетти, ползание на четвереньках считается самым сложным способом, ведь ребенок должен удерживать свое тело в приподнятом положении. Кроме этого ему необходимо уметь держать равновесие, координировать свои движения. На четвереньках, сначала младенец выполняет все движения не очень уверенно, часто стоит на одном месте, покачиваясь вперед и назад. Однако, когда он полностью освоит технику ползания на четвереньках, то будет передвигаться довольно быстро. Такой способ очень полезен для формирования изгибов позвоночника, умение правильно распределять нагрузку на тело во время движения. И управлять направлением перемещения. Малыш может сразу научиться самому элементарному способу ползания, а потом перейти к другой технике. Наиболее сложным считается умение ползать перекрестным методом. Отказ от ползания, есть ли повод насторожиться. Умение двигаться ползком очень важно для развития младенца. Если ребенок не хочет ползать, не стоит пропускать это мимо внимания, рассматривая ползание просто как переходный этап между сидением и ходьбой. Ведь когда малыш начинает ползать, формируются первые признаки самостоятельности, он располагает большей свободой и возможностями. Кроме этого ползание очень полезно для тренировки мышц спины и конечностей, формирования скелета и развития опорно-двигательного аппарата, развития координации движений и умений ориентироваться в пространстве, подготовки к прямостоячей ходьбе, улучшения. Психомоторного развития при ползании с опорой на ладошки ребенок получает большое количество тактильных ощущений, развитие нервной системы, головного мозга. Умение ползать влияет на развитие полушарий головного мозга, между ними устанавливается прочная взаимосвязь и не наблюдается преобладание одного из них над другим. Дети, научившиеся перемещаться ползком, обладают способностями, как к точным, так и к гуманитарным наукам, имеют творческие задатки. Невропатологи считают, что период ползания более важен для развития нервной системы ребенка, чем первые шаги. Также умение ползать положительно влияет на своевременное развитие речи, отсутствие логопедических проблем. Поэтому при отсутствии у малыша желания ползать в возрасте 8 месяцев, желательно установить причину такого поведения и постараться. Исправить ситуацию, нужно помнить, что период, во сколько начинают ползать мальчики, может наступить немного позже. Нежелание двигаться ползком может быть вызвано несколькими факторами. Проблемы со здоровьем. Может наблюдаться слабость мышц, отклонение в развитии опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Темперамент. Дети в разной степени проявляют свою любознательность и активность. Некоторым больше нравится наблюдать, чем пытаться достать и потрогать предмет. Такой малыш не выражает особого интереса к ползанию. Нахождение в закрытом пространстве. Проводя большую часть времени в кроватке, малыш просто не понимает, что за ее пределами есть большой и интересный мир, который он может изучать. Ребенку не дают полежать на животе. Выкладывать ребенка на живот специально, не нужно, а вот стимулировать его активность нужно любыми способами. Вес. Даже полные детки будут стараться двигаться всеми доступными способами. Чаще всего крупный ребенок не ползает на четвереньках, поскольку ему трудно удерживать свое тело. Нет потребности в ползании. Слишком старательные родители настолько опекают свое чадо, что спешат помогать ему в любой ситуации. У младенца просто нет необходимости пытаться что-то достать, ведь мама услужливо преподносит все, к чему только он проявляет интерес. В большинстве случаев причина нежелания ползать не является очень серьезной и проблему можно решить. Главное знать, как научить ребенка ползать и проявить немного терпения. Учимся ползать, практические советы. Ползание – это естественный рефлекс, который присутствует у детей с самого рождения, но со временем угасает. Поэтому родителям не нужно пытаться учить своего карапуза ползать. Достаточно создать для него необходимые условия и просто наблюдать за поведением малыша, лишь слегка направляя его действия. Важно помнить, прежде, чем пытаться учить ребенка ползать, убедитесь, что ребенок развивается нормально, и у него нет проблем со здоровьем. Помощь родителей должна заключаться в следующем. Вызывать у ребенка желание ползти, почаще класть его на пол, окружая интересными вещами и движущимися предметами, нужно Заинтересовать, поманить его яркой игрушкой или звонкой погремушкой, в процессе попыток научиться ползти важно почаще хвалить Ребеночка и подбадривать, в качестве примера, для подражания продемонстрировать ему, как нужно ползать Развивать опорно-двигательный аппарат, делать укрепляющий массаж, если у ребенка проблемы с физическим развитием, следует обратиться К услугам профессионального массажиста, делать с малышом гимнастику, самые простые упражнения нужно начинать делать с первого Месяца после рождения правильно носить на руках Учить ориентироваться в пространстве и управлять своим телом, разучивать специальные упражнения перевороты, лягушка, и так Далее, занятия с фитболом, упражнения с валиком, наиболее эффективный способ, как научить ребенка ползать на четвереньках Обеспечить соблюдение мер предосторожности и гигиенических требований, класть малыша на чистый пол, покрытый ковриком Или пледом, не нужно учить ползать по кровати или стелить матрас на полу, убрать предметы, которые малыш может стянуть на пол Укоротить длинные шторы, убрать мелкие и острые предметы, убрать шнуры от электроприборов, сетевые удлинители и переноски Одевать младенцу одежду, которая не будет стеснять его движений Соблюдение всех этих пунктов в скором времени приведет к положительным результатам Самое главное для родителей – понять, чтобы начать ползать, малыш должен сам этого захотеть, а от обычных тренировок никакого эффекта ждать не стоит Когда можно начинать присаживать мальчиков? Когда можно присаживать девочек?